Короче, смотрите. Ситуация сложилась так, что взрослые – это мы. Было такое высказывание – не пускайте детей в интернет. Интернет от этого тупеет. Оказалось, что наоборот. От детей-то интернет только расцвел и приукрасился. А вот от старшего поколения, ну да и от моего, по сути, что-то не получилось. Не так что-то пошло. Авторитетом деньгами и законами задавили. И когда выяснилось, что взрослые – это мы, случилось так, что те, кто годятся нам в дети, предлагают себя вести куда как более ответственно и прилично в этом нашем интернете. А те, кто обижается на слово «бумер», норовит засесть на кухне с сиськой пива и орошать пьяными слезами этот самый интернет. Что были когда-то и мы молодыми. Ну были, ну хорошо, ну замечательно, но больше не будем. Мы больше не будем. Вот и все, надо запомнить. Помните, как в юности хорошо пелось про молодую шпану, что сметет нас с лица земли? Ну так вот, они пришли. У них вопросы. А вы им что скажете, что 20 лет назад травмы были другие? Ничего, мы выросли, мы выжили, мы прорвались. Ну так я бы на вашем месте особо этим не гордился. Можете сколько угодно говорить про мои проблемы с головой. Ну так я их и не скрываю. А вот если вы думаете, что вы их хорошо скрываете, то я вам рекомендую как-то пересмотреть эту стратегию. Вы палитесь. Если вы на безобидном бумере так с визгом подорвались, то можете представить... Нет, не можете. Концлагерь у вас, значит, леваки вам хотят устроить. Зиговать вам, значит, леваки запрещают. На комсомольском, значит, собрании. Ну, я могу понять, почему так говорят вчерашние школьники, насмотревшиеся стримов Миши Светова. Но от людей, которые закончили школу в 90-х, я как-то ожидал... Ну, не знаю, большего. Зря, наверное, ожидал, но ожидал. Поясняем на продуктовых карточках. Мы творили в интернете все, что хотели. Потому что мы были молодые долбоебы. И в интернете не было вообще больше никого. Ну, то есть, никого, кроме нас, молодых, сумасшедших дебилов. Ну, и там, не знаю, Романа, Лейбова, Куба, кто там еще там, пара человек еще, пара десятков человек. Неважно. Это был наш интернет. И он больше не будет. А потом интернет стал доступен каждому. И детям, и президентам, и другим слабоумным людям. И все, каюк, смартфоны нанесли удар в наш уютный мир. Пропал Упячка, пропал Башорк, пропала Лепра и ЖЖ. Да и хер бы с ними в сущности. Просто вся эта новая этика, она о том, что в интернете все чуть более на виду, чем в эпоху радио и телевизора. А ведь это тоже была новая эра. Новая эра прозрачности, новая селебрити, новое все. И ничего, пережили, это переживем. Ну, я лично собираюсь, и вам ничего не мешает. А теперь, что касается травли и комсомольских собраний. Вы не знаете значение слов, которые употребляете. Меня травили в школе. Я просил много корреспондентов, которых тоже травили в школе. От этой травли никуда не денешься, никому не пожалуешься толком. Вы понимаете, к чему я клоню? Закрой фейсбук, мудила. Ты об этой травле ноешь на ток-шоу в телевизоре, в программе у собственной жены. А нам можно оскорблять за сексуальную ориентацию, а почему же нас называют бумерами? Вот поэтому вас бумерами и называют. Да, и не о викторианстве, о котором столько воя, ноя и гноя. Оно о том, что вы сексуальную революцию тупо присвоили. На вас так посмотришь и... Ну, нафиг. У нас PlayStation есть, у нас Nintendo Switch есть, я не знаю. Онлайн-игры есть. Пассианс-косынка. Вот вместо этого стыда, позора и дичи, что вы тут наворотили. Почему эти нелепые телодвижения? Нет никакой новой этики, есть старая. Я могу сказать что угодно, но действия есть. Последствия. Да, последствия. В раннем интернете можно было вообще все, потому что кругом были плюс-минус свои. Сейчас не все хотят играть с вами в игру веснушки. Ну, да, мир несправедлив. Я понимаю, но обвинять в этом леваков новую этику и детей довольно глупо. Вы зеркало вообще видели? Дорогие 45-летние дети. Я понимаю, что возрослеть вам особо некуда. И возрастной консерватизм он не щадит. Но постарайтесь все-таки взять пример со взрослых 20-летних разумных людей. За пределами вашей песочницы есть большой и сложный мир. И не надо устраивать большое комсомольское собрание каждый раз, когда вам что-то не нравится. Вы и собрание-то на самом деле этих комсомольских не застали наверняка. Но транслируете телеги вот именно, что про нравы молодежи, цвет волос, прически, прононы, куда мы катимся. Да все туда же мы катимся. Ну, да, последним у нас тоже есть вопросы. Но это мы в рабочем порядке разберемся. Спасибо. Привет, будьте котики.